Добрый день, мои зрители! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, наши весы! Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за обратную связь. Благодарю! Сейчас будет прогноз общий для наших весов. Так что у нас тут весы? О, карта умеренности на февраль месяц. То есть нужно баланс сохранять и ничем не злоупотреблять. Сейчас посмотрим, что карты посоветуют нашим весам на февраль 2023 года. Так, итак, первая карта для наших весов. Ой! Старший Аркан и Рафант. Это может быть, кстати, и брак, венчание по этой карте. Может быть, любое у вас произойти религиозное событие, то есть и крестины, все, что связано с какими-то обрядами церковными. Это может быть, знаете, такая традиция какая-то в семье у вас. Может быть, в феврале быть, и вы все время, вот, она происходит, например, в феврале. Собираться всем или что-то праздновать, или что-то отмечать. Традиции семейные. Эта карта означает, может, вам нужно будет обратиться, если у вас будет вопрос какой-то, за помощью к человеку, который учитель. Может быть, он даже состоит в каких-то религиозных обществах. Человек, который умеет дать совет, подсказать, расставить все по полочкам. То есть дать такой совет, знаете, вроде как умный человек, который дает хороший совет, спокойно, без всяких нравоучений, просто человек дает совет. Также этим человеком можете вы оказаться. Кому-то, может быть, нужен будет совет, и вы человеку подскажете. И если у вас какие-то дела запланированы на февраль, то тут все пройдет нормально, но нужно, знаете, действовать так вот консервативно. То есть четко, без никаких отклонений. Так что это может быть обращение к учителю, за советом, за советом. Или же какая-то традиция, обряд. Так, ищу карта для наших весов на февраль 2023. Опять старший аркан, мир, замечательный аркан, который говорит о том, что какой-то результат достигнут, вы реализовали какие-то свои планы, у вас получилось. Это такой триумф, успех. Это когда получилось, окончание какого-то цикла. Человек идет дальше, причем у него есть чем идти дальше, в новый цикл. По миру это всегда успех и благоприятные события. То есть все прошло хорошо, идем дальше, в новый этап жизни. Это как бы окончание и начало чего-то нового, нового, хорошего. Потому что по миру это хорошая очень карта. Какие-то новые события, новые впечатления у вас могут быть. И осуществляться планы, естественно. Ну, по этой карте все пройдет хорошо. Если вы даже, вот, встречи, свидания, поездки. То есть тут успех. И триумф. И начало чего-то нового, хорошего. Так, идем дальше. Пока два старших аркана у весов. Так, еще карта для наших весов. Четверка мечей. Вот весы устанут некоторые. Карта такой небольшой паузы для того, чтобы восстановить силы. Слишком много всего вы думаете. Все вдумываете, о чем-то рассуждаете, мыслите. Устали. Нужно сделать перерыв, побыть наедине с собой. Отдохнуть. Так сказать, восстановить силы и перезагрузиться. Вот такая карта. Небольшая пауза. Может быть, еще даже какое-то физическое небольшое недомогание. То есть, ну, приболели, что-то заболели. Вот такая вот карта. Это восстановление сил и моральных, и физическим. Нужно расслабиться и пройти перезагрузку. Так. Дальше. Весы. Карта для наших весов. Семерка пентаклей. Вы знаете, две карты одна за другой, которые означают небольшую такую остановочку. Ну, тут нужно по четверке мечей отдохнуть, морально и физически устали. А здесь вот семерка пентаклей. Это нужно иметь терпение. Карта это говорит о том. Некоторым может показаться, что вот, я все сделал, я сделал то, я сделал это. Ну, как-то вот не получается заработать или еще что-то, какое-то дело не выходит. У меня уже нет сил. Терпение заканчивается. Вот так может быть. Нет. Это небольшая пауза. Такая плата небольшая. Подождите. Имейте терпение по этой карте и будет вам счастье. То есть, все получится. Вы плоды своего труда увидите. Нужно только потерпеть. Не спешите. Тут нужно проанализировать, что нужно сделать. И чего вы хотите добиться? Не надо торопиться. Имейте терпение, весы. Так, еще одну карту достану с этой колоды. Вот эту. Ну, замечательную карту достала. Самая эмоциональная карта в колоде. Туз, чаш. Это супер эмоции. Какое-то... Может что-то произ... Это может быть и предложение руки и сердца. Это замечательное времяпрепровождение. Незабываемые впечатления. Радость. Счастье. Какой-то момент такой будет. Вот просто вы будете на седьмом небе счастливы. Это именно эмоциональная карта. Самая такая вот именно по эмоциям в колоде сверх эмоции. Начало чего-то нового. Начало новых, может быть, отношений. Осуществление планов. Ну, супер карта. Эмоциональная очень. Масса радостных каких-то событий. Новые идеи могут быть, кстати, очень такие. Вы можете пребывать в какой-то эйфории. Доброта. Ну, и начало новой любви, я сказала. Замечательная карта. Так, сейчас мы возьмем колоду. Колесо года. И достанем еще что она. Эта колода нам, писам, рассказала. Очень хороший такой получился расклад. Немножко передышка. А так пауза. Но туз кубков под конец замечательно. Так, сейчас будем смотреть, что колесо года подскажет нашим весам на февраль 2023 года. Так. Первая карта. Тяну. Так. И тут у нас тяжелый выбор. Двойка мечей. Это неуверенность в выборе. Неуверенность, что делать. Может предстоять кому-то из весов. Какой-то тяжелый выбор. Вы не будете знать, что делать. Вообще не будете знать, как поступить. Тяжелый выбор. В общем, по этой карте не нужно закрывать глаза и уходить от этой ситуации. Нужно все четко рассудить, разложить по полочкам, открыть глаза, посмотреть правде в глаза и решение к вам придет. Обязательно. Придет решение. Здесь даже еще может быть такое, что даже это не от вас зависит решение. Может быть, от других каких-то влияет что-то другое на это решение. Но вам будет тяжело. Тяжелое решение. Не знаете, куда идти, что делать. Нужно открыть глаза, посмотреть правде в глаза и все вы решите. Так, еще карта для наших весов. Ну, суд, старший аркан. Вот видите, вы подумаете, все разложите. И вот вам, пожалуйста, это карта, когда оканчивается какой-то период и начинается новый. Кстати, вот по миру у вас тоже здесь было окончание и начало нового. Но по суду, как говорят, это кармическая карта. Это что-то такое, кому-то может неприятное, кому-то тяжелое. Но этот этап заканчивается. Это карта перерождения, возрождения. Когда человек вдруг понимает, уходит, когда человека уходит то, что вот так должно было и быть. По-другому никак. Все ушло. Чему быть, тому не миновать. Но по суду всегда это движение, как и по миру карте, в лучшую сторону, в лучшее время. Ну, я не знаю, как это еще сказать. То есть, к лучшему движению. Это когда вас может осенить какое-то вот решение проблемы. Боже мой, как я раньше не понимал. Вот озарило, знаете, вот как свет на этой карте. Что-то поймете, как должно быть. Почему так должно быть. То есть, это карта перерождения, возрождения и начала нового этапа. По суду это всегда движение к лучшему. Так, что-то какой-то этап. Все, вот он заканчивается. Говорится, прошел, отработали. Так, еще карта для наших весов. Ну, вот видите, я говорю, что всегда по суду, вот всегда после суда вытаскиваю замечательную карту. Ну, в этот раз вообще просто супер. Старший Аркан Солнце. Это подтверждает, что после суда всегда в лучшее. В лучшее. Солнце. Это успех, радость. Может быть, кстати, и у ребенка весть. Это благополучие. Ну, это успех просто. И счастье, и радость. Все в одном. То есть, замечательный старший Аркан. Все наладится. Вот начнется новый этап, и он будет гораздо, гораздо лучше, светлее, ярче. Вот такой будет яркий, как это солнышко. Вот так будет светить вам весы. Столько много старших Арканов. Уже четыре. Там два, и тут два. Так, еще одну карту достаю для наших весов. На февраль. Здесь тоже хорошую. Ну, замечательно. Рыцарь Пентакли. Это со стороны денег хорошая карта. То есть, может быть, какое-то поступление, вознаграждение, стипендия, премия, повышение зарплаты. Это медленное, но уверенное продвижение ваших дел вперед. То есть, заработок, может быть, вам покажется, что он медленный. Вот как вот здесь, кстати, по семерке Пентакли показалось. Ой, долго. Ой, никак. Но это медленно, но уверенно продвижение вперед дел ваших. Также для девушек это может означать знака вот такой вот новая любовь, свидание и надежный любовник. Вот так вот. Надежный человек, который подарит и морально вот удовольствия какие-то и материально тоже может поддержать. Вот замечательная карта. Для наших весов. Ну что, достанем еще одну. Ну, не зря достала. Старший аркан, императрица. Это, чтобы уже закрепить результат очень хорошего расклада для весов на февраль. Это вот пятый, старший аркан. Просто замечательный. Вот такая императрица. Это успех, опять же, во всем. Это получение плодов, то есть заработок, прибыль. Это все в семье хорошо. Это весть о беременности. Карта материнства. Кто ожидает? Тоже по этой карте может быть. Это супер-супер. То есть это развитие. Плоды будете получать. Все-таки не зряшь? Я говорила, подождите. Подождите будет. И вот за рыцарем Пентаклей, пожалуйста, императрица. Это может быть рядом с вами добрая женщина, которая вот именно добрая, заботливая. И по этой карте нужно проявлять доброту. То есть будьте добрыми. Ну, не только в феврале. Нужно быть, в принципе, добрым всегда. Но вот особенно, может, кому-то нужна будет забота. Но это очень замечательный аркан, который говорит о том, что все будет хорошо. Получите и прибыль, и в доме будет хорошо. И опять же, беременности кто ждет. То есть вот такой замечательный аркан. Ну, не зря достала, видите? Видите, сама волновалась, какой достану, чтобы не испортить расклад. Ну, одной картой, правда, не испортишь. Так, сейчас достанем еще из колоды Тару Ангелов карту Совет. Что еще эта колода? Надеюсь, она тоже что-нибудь интересное подскажет нашим весам на февраль. Так, ну, достаем. Десятка жезлов. Эта карта говорит, что вы слишком много работаете. Это когда взяли, знаете, много работы, все на себя взвалили. Хотите сделать и то, и это, и все сами, сами, и дома, и на работе. Я не знаю, запланировали много дел, вам очень тяжело, вы, конечно, можете справиться, но по этой карте совет нужно обязательно прибегнуть к помощи кого-то. То есть распределите обязанности, чтобы вам было легко, чтобы вы, не дай бог, так не наработали, чтобы не заболели. Тем более, помните, светилась карта умеренности в начале расклада старший аркан, а он говорит о том, что нельзя не перерабатываться в том числе. То есть тут нужно быть, о себе позаботиться и о своем здоровье. Примите помощь от других. Видите, карта советует. Жизнь вне баланса может привести к проблемами со здоровьем и стрессом. Поэтому нужно балансировать все-таки, видите, вне баланса и принять помощь. Так что, весы, поберегите себя и распределите какие-то обязанности, что можете, на работе, в офисе, где угодно, и в дом. Так, дорогие наши весы, это был ваш второй прогноз общий для весов на февраль 2023 года. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале.